Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Сливки Общества. В 80-е годы прошлого века популярность российской группы Ронда была невероятной. Их музыкальный коллектив сравнивали с лучшими зарубежными рок-группами, даже с такими легендарными исполнителями, как Роллинг Стоунс. Солисты группы Александра Иванова часто называли русским родом Стюартом. Александр Иванов имел бешеную популярность и целую армию поклонниц, которые следовали за ним повсюду. Долгие годы всюду и везде Иванова поддерживала его семья, супруга Елена и дочь Карина. Однажды солист Ронда стал хвалиться перед друзьями и коллегами успехами своей дочери Карины от первого брака, которая, по его словам, засияла на звездном небосклоне самого Голливуда. Но имеет ли Иванов какое-либо отношение к этим достижениям дочери, как это обычно бывает в подобных случаях? Нет, не имеет, откровенно признала бывшая супруга певца Елена. Она поведала в интервью историю, от которой волосы шевелятся на затылке. Хотя с точки зрения закона Иванов ничего плохого не сделал, если не считать неуплату алиментов. С моральной стороны вопроса, с человеческой точки зрения, если хотя бы половина этого правда, понять и простить поступок музыканта непросто. Уход Саши пришелся на очень трудный и ответственный период в жизни Карины. Она тогда заканчивала актерское отделение ГИТИСа, ей действительно была необходима поддержка отца, и не только материальная. Тем не менее, она справилась, защитилась на отлично. Папы, конечно же, не было ни во время ее выпускных, ни на защите. Потом Карина пошла работать, я-то совсем была выбита из колеи. Спасибо доченьке, которая тогда все взяла в свои руки. Она у меня труженица и вообще крепкий орешек. Знаете, что Саша сказал на прощание Карине? Дорогая доченька, надеюсь больше никогда тебя не увидеть, ни в этой жизни, ни в следующей. А ведь как красиво все начиналось. Шел 1987 год. Группа Ронда уже собирала огромные площадки и на территории СССР, и за границей. От поклонниц некуда было деться. Музыканты наслаждались своей популярностью. Я предвкушал свой триумф, когда красивая девушка, в которую я влюбился, увидит мой триумф на сцене. Но моей будущей жене, когда я пригласил ее к нам на концерт, наше творчество не понравилось. Вернее сказать, ее не вдохновляла Ронда тех лет, эпохи Михаила Литвина, основателя группы. Когда Литвин уехал в Америку, и лидером группы стал я, Лена стала большой поклонницей нашего творчества. Спустя несколько лет после свадьбы, Елена оставила работу балетмейстером и полностью посвятила себя семье. У них с Александром родилась дочь Карина. После предательства мужа, Елена будет жалеть о таком своем решении. Когда Александр внезапно ушел из семьи, она с дочкой осталась без средств к существованию. По словам Елены, в какой-то момент им даже нечего было есть. Найти работу быстро и чтобы зарплата покрывала их расходы на жизнь, получилось не сразу. Карина, которая уже завершала учебу в ГИТИСе, была вынуждена найти подработку. Она работала в службе социальных опросов. Платили там гроши, по 20 рублей за одного опрошенного, зато наличность выдавали сразу. На эти заработки мы какое-то время и жили. Буквально голодали. Однажды Карина даже сквозь обиды все-таки решилась позвонить звездному папе и попросить денег хотя бы на продукты. Певец ответил незатейливо. Мне абсолютно все равно, если вы там сдохнете с голоду. Подтверждения этим словам певца нет, знаем о них лишь со слов членов его бывшей семьи. Тем не менее, по признаниям самого исполнителя, он и без того оставил своей бывшей семье все честно нажитое. Потом я уже воспряла духом, рассказывала Елена в интервью, пошла работать в шоу-бизнес, балетмейстером. Взяла несколько проектов и смогла отправить дочку в Нью-Йорк, в театральный институт Ли Стрэсберг, который окончили Де Ниро, Аль Пачино, Анжелина Джоли и даже Мэрилин Монро. Дочь уже снялась в США в двух фильмах, клипе, а ее фото украшало обложку бестселлера Love Me, Нью-Йорк. Теперь Саша очень гордится Кариной, рассказывает о ней друзьям, даже вывалил информацию об ее успехах на своем сайте. Но ни о каких добрых отношениях со старшей дочерью говорить не приходится. У Иванова давно другая семья и другие дети, в них он готов вкладываться материально. Вторая супруга солиста группы Ронда, Светлана Федоровская, не имеет никакого отношения к миру искусства. Она младше Иванова на 13 лет, однако ее по-прежнему называют молодой женой, что она встречает со смехом, полагая, что правильно выбрала свою профессию. Светлана работает косметологом и полностью доверяет своему супругу. Она уверена, что все его романтические похождения во время гастролей остались далеко в прошлом, и сейчас он примерный семьянин и заботливый отец их двоих детей. Теперь музыкант старается подавать детям хороший пример и не вспоминать о том времени, когда он в молодости, гастролируя по всему миру, вел весьма несдержанный образ жизни. Он менял женщин как перчатки, несмотря на свой семейный статус. Пил, злоупотреблял запрещенными веществами, в общем не был примерным семьянином. Считая хулиганство неотъемлемой частью имиджа рок-музыканта, Александр вместе с товарищами по рондо выбрасывал телевизоры из гостиничных номеров, прятал поклонниц в шкафах и многое-многое другое. Светлана называет мужа дамским угодником, однако за 16 лет совместной жизни у нее ни разу не возникало поводов для ревности. Мы уже не в том возрасте, он большой мальчик, и все романтические приключения на гастролях остались в прошлом. Мне кажется, никакие сюрпризы, как в случае с тем же Спартаком Мишулиным, невозможны. Мы с Сашей прошли такой большой путь, что я всецело ему доверяю. У нас такие маленькие дети, что их бы поднять, так что еще и поэтому не думаю, что муж завел бы внебрачных детей на стороне. Не скрывает Светлана и тот факт, что незнакома с бывшей женой Ивановой Еленой и его старшей дочкой Кариной. Подтвердила Федоровская и тот факт, что сам Александр не поддерживает отношений с первой семьей. Он, как и многие мужчины, в прошлое плотно закрыл дверь, заключила косметолог. Зато охотно и с удовольствием Александр рассказывает о своих младших детях. Мы хотели, чтобы у нас дома было как в итальянской семье. Сейчас жена кричит, Саша, я откликаюсь, а она говорит, да я не тебя звала, а Сашу-младшего. Мы много выпивали коньяка, когда придумывали имена для детей. Должны быть и Света, и Саши, чтобы не забыть имена детей. На Светлане Александр Иванов женился через год после развода. Во второй семье музыкантов родилось двое детей, которых родители назвали в честь самих себя, Александром и Светланой. По словам музыканта, он любит быть для детей папой праздником, делать им подарки, устраивать сюрпризы и вместе с ними играть. В 2009 году у пары родился сын Саша, сейчас ему уже 15 лет, а в 2015 году родилась их дочь Света. По словам певца, личная жизнь влияет на его творчество, а счастливые отношения для него – это источник вдохновения для создания новых композиций. После февральских событий Александр Иванов вместе с коллективом группы «Ронда» начал выступать в госпиталях перед военнослужащими. Также мужчина активно гастролирует по России с концертами и принимает участие в съемках на телевидении.